Праздник начать. Мы хотим, чтобы вы не беспокоились за своих ребятишек. Я только что там была, они мило позировали, фотографировались. Вообще, модели, конечно, молодцы. И у них сегодня там есть и профессиональный педагог, и наши дистрибьюторы будут их развлекать. Если они захотят к нам зайти в любой момент, ну, в общем, все это доступно. Мы понимаем, что праздник детский, что позволило нам в субботу вас видеть здесь. Иначе, наверное, бы не все смогли выйти из дома, да, остаются там ребятишек от них. Сейчас я хочу предоставить слово человеку, с которым я сотрудничаю и работаю вместе уже больше 15 лет. Наверное, мы знакомые работаем вместе. И основным его достоинством является то, что он умеет простыми словами, понятными, сказать очень важные, какие-то правильные вещи в жизни. Что, скорее всего, его, может быть, как мужчина и профессионала слышат даже чаще и быстрее, чем меня. И поэтому начало нашего праздника я хочу пригласить моего папера, одного из лидеров компании, лидера Черноземья, Бориса Михайловича Попова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я когда-то все зашел, смотрел, кто выходцы из 60-х, 70-х, 50-х. Вы помните, когда снег сходил, были расчерчены асфальт классиками? Девочки играли в резиночки, мальчики мастерили луки и аргатки, лазили по деревьям. Как-то все это изменилось, и этого уже нет. Я посмотрел, уже асфальт не расчерчен. Мама, наверное, теперьешняя с ужасом увидит своего сына на дереве. А если он сделает рожарку, он не будет, они продаются в магазинах и никому не нужны Луки тоже можно купить Я к чему это говорю, что мир как-то меняется Меняется очень сильно Обращаю внимание, когда читаешь исторические романы, что раньше эпоха, когда стреляли из луков, метали копья, продолжалась в тысячелетии Потом эпоха магнистрельного оружия и так далее Сейчас все меняется такой чудовищной скоростью, колоссальной, что мы просто не успеваем замечать Вы помните, еще недавно были, недавно увидели такой слайд, интересно Что раньше было престижный имиджный аппарат, видеокамеру, видеомагнитофон, компьютер У кого-то был гаджет, электронная записная книжка Сейчас все помещается в одном вот таком устройстве, которое называется iPhone или другой сотовый телефон Там есть все Или планшет Так вот, жизнь меняется, а человек как биологическое существо Он формировался десятки, может быть, сотни тысяч лет И с изменениями мира происходит очень интересная трансформация в человеке Обратили внимание, что... Обратили внимание, что если раньше, например, в классах... У себя в классе был кто-нибудь толстый, мальчик или девочек Их заразили жертврестами Они были источником насмешек и так далее Сейчас это поменялось Сейчас основная масса вот таких жертврестов, они уже правят балом Вот И что раньше, если, например, ребенок не ходил на физкультуру, был бедненький, больной Потому что там по канату строились власти Сейчас уже многое, скажем так, то, что раньше считалось болезнями, сейчас считается нормой И вы помните, смотрим, в детстве, когда раньше такого ребенка была аллергия Для них было такого никогда Лазили по деревьям, там, злой задней, все прыгали в деревню Если там коленки обдевают, подорожник приложит, все нормально, ели там с кустом все подряд Сейчас очень модные стали врачи, аллергологи, иммунологи, да? Это же модно Психологи Психологи, да, детские психологи, там, геперактивность и так далее То есть сейчас дети, и не только дети, меняются не в лучшую сторону Раньше даже какие были? Даже велосипеды, даже телевизор, по которым шли мультики, да? Вот есть несколько стадий очень интересных человек Когда он совсем маленький, он зависимый Зависимый от мамы, зависимый от чего-то Потом он делается независимым, в детстве Он сам может кушать, сам уже что-то может делать Потом он делается сам самостоятельным Самостоятельно он сам может уже формировать свои пищевые привычки и так далее Когда возникает семья, они взаимозависимые, да? То есть привычки одного формируют привычки друг к другу и так далее Вот к чему я все это веду Дело в том, что теперешние изменения, которые происходят, они не совсем хорошо влияют на здоровье детей Скорее плохо Скажем так, почему? Почему сейчас стало гораздо больше заболеваний? Почему сейчас кости детей стали очень хрупкие и настолько, что сейчас в школах, насколько я знаю, запрещают такое упражнение к лазанию по канату? Сейчас ряд упражнений, которые раньше делали в порядке вещей, уже их нет Сейчас дети более слабые, чем вы Потому что я не говорю о наших родителях и дедушках Они более слабые, они более аллергичные, они более подвержены всяким простудам То есть в организме этот механизм стал намного более хрупким Почему это происходит? Экология Экология Еда Да Да Точно Точно Скажем так, если брать человеческий организм как механизм У кого автомобиль есть, знаю, что в автомобиль хорошо ездил, нужные вещи Грамотный уход и качественный расход Сейчас есть две индустрии, которые прямо противоположны Это индустрия, которая нас разрушает и убивает Это фастфуд Всевозможные там сникерсы, всевозможные чупа-чупсы и так далее, и так далее И индустрия, соответственно, в противовесе, в балансе, которая нас восстанавливает И, естественно, более приятно, вкусно и привлекательно то, что нас разрушает Сейчас родители для того, чтобы не тратить много времени на ребенка, они дают ему гаджу Потому что я у своих знакомых как обываю, у них дети, вместо того, чтобы бегать по улицам, сидят два братика, сидят и у каждого свой гаджет Выграют чертовщину Или на экране, там, на большом экране, что-то там строят, что-то делают Если я что-то сделаю, что-то подожди, что-то сделаю, нет Я что-то спалили бы, что-то взорвали бы, пристрелили бы Кошку, что ли, пристрелили бы, взломку какой-нибудь Или воробья-то из родатки Что вы, а на дерево залезли Какое на дерево вкусное? Да, отчасти виновата экология, только отчасти Ну, что интересно, наиболее вредные не экология улиц, а экология дома Чем в доме убирают, чем дышат, понятно В основном, что едят И здесь, вы знаете, мы можем все что угодно делать, это нам не подвластно Экология нам не подвластна Нам не подвластно то, что фрукты и овощи стали не теми фруктами и овощами, которые раньше ели мы, бабушки, дедушки и так далее То, что вода, она, скажем так, хорошей воды сейчас нет и никогда не будет Хороших овощей и фруктов нет и никогда не будет Из-за обеднения почек и так далее, вы все это знаете, не буду долго кричать Так вот Когда ребенок рождается Он питается грудным материнским молоком Он получает полноценное питание и так далее Разрушается мама Потому что она не полноценно питается и так далее Но он получает нормально Когда он начинает есть такую еду Некоторое время удерживается на своих резервах Потом начинает организм давать сбой Ну и так далее и так далее Все это накапливается и приводит к тому Что раньше называли болезнями, а теперь называют нормой Норма, когда ребенок аллергичный Когда он сладенький, когда кости хрупкие, когда зубы вываливают Это норма Что будет дальше, я не знаю Возможно, что-нибудь страшного И чтобы этого не было, надо всегда есть понять Что это значит На каждое следствие есть свои причины Так вот, на следствии того, что дети больные, аллергичные Да, лишний вес там и так далее и так далее Гормональные изменения и прочее Есть свои причины Одна из причин это, что он пьет, что он ест, так он движется Продвижется Это спорт, физкультура, понятно То, что есть и пьет, это тема отдельная Есть несколько типов питания Это вам дальше расскажут Но один из типов питания это обогатители пищи Наша пища привлекательная на внешний вид Она вкусная, но абсолютно бесполезная Как земля красивая Она ничего не рождается Потому что она Что нужно делать? Удавлять Не будем удавлять Не будет ничего рождаться Все, причины и следствия Ты хоть что думаешь? И вот люди говорят Я никогда не буду пить банки или таблетки Я никогда не пить Не пить его Не надо Больше удушаться Я никогда не буду землю удавлять Что вы? Как бабушки раньше, как бабушки были Жизнь вообще другая была Она вообще другая была Сейчас другая И поэтому сейчас речь о детях Но это все пересекает Дети и взрослые Если Помните-ка раньше В детстве давали рыбий жир Зловомно пахнущую эту самую Зачем? Потому что Многие витамины и так далее Они показаны с года, с двух лет Ну что с рождения? Это лицетин Это омега-3 И так далее Рыбий жир омега-3 Почему он вонючий и противный Он окисляется на воздухе Сейчас трансформировался Сейчас уже Они в капсулах Они уже не пахнут Более совершенные Все совершенствуется В том числе и технологии здоровья Так вот На самом деле Все не так страшно, как есть Я всегда говорю Что у нас Мы продвигаем технологии Позволяющие нам Жить приятной, неправильной жизнью И при этом быть здоровым То, что ребенок Всегда таращится в гаджет Если вы отнимете У него будет нервный стресс И он вас заряжет В общем Вот Поэтому И для того, чтобы его Его Глазки не так болели Есть специальные продукты От сухого глаза Чтобы они восстанавливались Для того, чтобы Он нормально питался Мох И есть то, что ему нравится И при этом быть здоровым Есть специальные продукты Которые абсолютно натуральные Это продукты высокой технологии В частности То, что мы сегодня будем говорить В Норвеге Который чемпион По производству таких продуктов И если коротко завершить Что будет Если ребенок Ну, скажем так Ребенок Он еще зависимый от родителей И если дети болеют То это вина их родителей Ребенок не виноват Что ребенок сумасшедший Потому что их дурная голова Делает его больным Правильно? И в то же время Ему повезло Если родители продвинутые Классные Если они следят за собой Если благодаря их действиям Ребенок тоже здоровый Вот То есть Не любишь себя Любим хотя бы ребенка Так вот Если дети По продвинутых родителей Делают То, что надо И их питание Вода И жизнь Полноценны Они будут здоровы И будут развиваться У них будут дети здоровы Если они этого делать не будут Можно сетовать на экологию Можно сетовать на американцев На космонавтов На черта На дьявола На кого угодно Можно сетовать Суть дела не меняется Ребенок больной Потом ты можешь его оправдывать И самое интересное Если денег у нас нет Как же так Потом едешь Чтобы нужно было столько На врачей Элербологов Иммунологов Еще каких нибудь Что пальцев не хватит загинать И потом кричи Караул Что делать кошмар Поэтому умный человек Не допускает Ситуации Глупый человек Расклёбывает Создавшую ситуацию Я надеюсь И верю Что здесь собрались Умные люди Поэтому Вы знаете Я допускаю Что все Что сейчас будет говориться Будут вызываться Некоторые отношения Я не верю Я не верю Это нормально Всему доверяют И тут же верят Только они дебилы Они улыбятся Вовись Ровно Все хорошо Давайте Поэтому Скажем так Вы поняли Надо разобраться Просто разобраться Пошагово Задавая вопросы Вот И поэтому Хочет Будет Опять Поэтому Я такое вступление сделал Немножечко Вы поняли И То что сегодня Будет происходить На самом деле Оно так Вроде Вредовое событие Многим Для многих детей Жизнь изменится Потому что они Здоровее Лучше И так далее Поэтому Внимательно слушайте Записывайте вопросы Которые есть Обязательно их задавайте Потому что самый глупый вопрос Это не заданный Когда сам себе Я задал вопрос Она себе, ответил Будет суммы человека Приговорил Поэтому Я опять Возвращаю эту сцену Нашей очаровательной Медующей Родине Бажориной Спасибо Если что-нибудь Понимаете Спасибо